Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на кранвагоне. Очень много дамага в этом сражении и тут такой вот нагиб, можно так сказать, агрессивный. То есть игрок шел, просто быковал на всех и самое интересное, что это прокатило. Так что давайте смотреть. Но также друзья, не забываем подключать набор Кобра, это один из самых лучших наборов с топовыми премтанками, с ренегатом, с Центурионом, с Сушкой, Т-34-85 также. И все это по очень низкой цене по ссылке в первом закрепленном комментарии. Итак друзья, вы можете также выиграть золото, для этого в комментарии укажите свой игровой ник. В общем, рекомендую поучаствовать, действительно хороший способ обзавестись голдой. И давайте смотреть новости. Тут у нас игроки нашли в файлах, вернее не в файлах, а в коде сайта Wargaming, там где продаются разнообразные товары, новая акция. Называется она счастливый билет и заключается смысл в том, что игроки будут с определенного числа заходить и, так скажем, открывать случайно какой-то билет, который позволит выиграть какой-нибудь небольшой приз. Ну, который естественно придется еще и задонатить, то есть он не совсем бесплатный, то есть как бы все замаскировано под приз, на самом деле это донат. То есть вы донатите там, если захотите, то есть открываете. Иногда даже, ну по крайней мере в прошлый раз подобная акция была уже. Можно получить такую карточку, где за серебро можно получить какие-то лоты. Некоторые даже говорят, что будут за серебро прям танки, но это не точно. В прошлый раз были за серебро такие лоты, как, например, снаряжение или оборудование, ну в очень большом количестве, то есть оборудование на, не знаю, ляма 3 примерно, а стоит 400 тысяч, то есть получается выгодно. Ну и, конечно, зарядные там деньги, тоже много предложений. И также недавно на форуме разработчика обвинили в том, что он набирает, в общем-то, в отдел балансировки каких-то раков красных, которые не умеют балансировать. В итоге у нас в игре баланс отсутствует. На что разработчик ответил, что якобы, вот, посмотрите статистику игроков, которые тестируют, вот, у них статистика хорошая. Так что тут не говорите, что только раков берем, ну, и в таком вот духе. Но это значит, наверное, что действительно раков надо побольше. На самом деле, мне кажется, тут еще не только дело рак или не рак, хотя я считаю, что просто нужен опытный игрок, при этом который хорошо разбирается в балансе. То есть, тот человек, который действительно шарит, как говорится. Мне кажется, для этого все-таки статистика должна быть выше среднего. И также, друзья, не забывайте, что сейчас идет акция в честь 9 мая. Соответственно, она уже вчера началась, но вы можете ей воспользоваться вплоть до 11 мая. Правда, с утра заканчивается в 8.30. Соответственно, тут можно получить x5 опыта, бонус при переводе опыта в свободный. Также скидки на разнообразные премиум танки и прокачиваемые танки. Скидка на снаряжение и так далее. Также день према и, в общем, всякие ЛБЗшки. Конечно, не супер там халява, но, в принципе, забирать можно, так как все-таки лишним не будет. Полезно, как говорится, в бою. Ну и не забываем, друзья, что уже совсем скоро, сразу после майских праздников, должен объявиться марафон на Шкоду АТ-56. Это новый чехословацкий танк, который обладает весьма интересными характеристиками. На данный момент это, возможно, действительно имба. Ну, конечно, сейчас еще рано говорить, но сами смотрите. Альфа огромная, 460. Еще и довольно хорошее бронепробитие на Галде, по крайней мере. Также хороший УВН-8. Подвижность имеется и довольно крепкая броня, особенно в башне с экранами. Так что будет очень жаркий марафон, потому что сейчас онлайн подупал. И Wargaming, я думаю, постарается любым способом этот онлайн поднять как можно сильнее. Так что, ну, приготовьте время, если будете проходить данный марафон. Он будет очень и очень таким потным. И, конечно же, ну, награда должна быть соответствующая, хорошая. Так что будем ждать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы поиграть на сайте Водхаб. И, конечно, есть тут интересные бонусы, которыми, я думаю, стоит воспользоваться. Бесплатная раздача Водхаб и раздача за энергию. Энергия достается при открытии кейсов. Также можно поучаствовать в группе ВКонтакте, в розыгрыше. В общем, ссылка в описании, если интересно. Ну, а я сегодня буду открывать вот этот новый кейс. Приметил его. Хочется посмотреть, в общем-то, как он, ну, что будет падать. Ну, понятно, я тут вот весь ассортимент данного кейса. Ну, посмотрим, в общем, как он будет везти мне, или не особо, с данным кейсом. Так. 2000 золота. Пока что такие обычные призывы довольно-таки падают. То есть ничего особого. Так. Так, что-то совсем мало золота. Сколько там осталось? 638 рублей. На 985 я выиграл. Давайте попробуем инкогнито. Так. Так. Мы продаем. О, отлично. Прям танк выпал. Я даже чуть не заметил. Все, в принципе, хорошо. Так. 2913 рублей. Ну, в принципе, результат хороший. Итак, друзья, довольно интересная информация по поводу бонового магазина. На европейском сервере, соответственно, эта информация найдена. И там упоминается о том, что боновый магазин все-таки стартует примерно в июне. То есть стоит его ожидать в это время. Вы сможете, конечно же, ну, купить какие-либо танки новые. Из тех танков, которые просочились в сеть. Еще раз повторюсь, это Kampfpanzer 07 RH. Немецкий ST. Который, соответственно, обладает, ну, такими средними, наверное, по характеристикам. Все-таки свойствам. И также Charmaine. Еще один такой вот неплохой танк. Даже, наверное, отчасти имбовый. Потому что лично меня впечатляет все-таки орудие у этого танка. То есть тут и пробитие, и альфа, и довольно хорошая мобильность. При этом у танка нормальное бронирование. В общем, практически по всем параметрам годный танк. Из десяток добавят совершенно новый танк, Объект 780. Соответственно, почему разработчики добавляют именно в боновый магазин новые танки? Тут объяснять, я думаю, не стоит. Во-первых, нужно повышать, соответственно, ценность бон. Потому что сейчас игроки, как вы понимаете, ну, в общем-то, купили уже танки за бон уже. Ну, все, кто хотел, они, короче, купили те танки, которые есть, а новых нету. А нужно завозить новые. Откуда их брать? Можно, конечно, брать совсем старые танки. Но их не так-то и много, под боновый магазин, к тому же. Поэтому завозят совершенно новые. И вот еще один новый танк. Китайская ПТ-САУ 114СП-2. Довольно-таки хорошая, в общем-то, ПТ-шка, имеющая довольно интересные характеристики. Способная выдавать, ну, действительно, ну, внушительные такие цифры урона. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok